Всем привет, с вами Роман Раскольников и я продолжаю проходить игру под названием Digimon Cyber Sleeve Hackers Memory. Итак, сегодня я, наверное, продолжу выполнять дополнительные задания. Так, также сегодня я планирую... Так, вначале, короче, надо купить костюм новый. Так, а вот, смотрите, подождите, магазин. Кстати, я вот не знаю, короче, например, эти алмазы, они как-то стоят у разных продавцов по-разному или всегда одинаковые? Сейчас я проверю. Ну, в общем, мне сказали, что вот эти топаз, жемчужина, аквамарин, они нужны только для продажи. Так, еще раз запоминаем их цены. 1300, 800 и 500. 500, 800, 1300. И проверим, сколько они будут стоить у другого продавца. А мне кажется, они должны одинаково стоить. Но, подождите, я... А, я не туда пошел. А, Синжу... Синжуку мне нужно. Хотя он вроде как Синдзюку. Синдзюку, а не Синжуку, блин. Синдзюку. Как-то вот так правильно называется район. Так, я все равно буду покупать новый костюм. Поэтому, так или иначе... Кстати, как будто у всех продавцов модельки одинаковые. Единственное, что у них цвет волос разный. И... Ну, по сути, то, что я ожидал... Блин, я даже... Да, то, что я ожидал. Они стоят одинаково. Так, три штуки. Так, жемчужина. Изменять личность дегимона на защитника. Изменять личность дегимона на боец. Так, восхитительное мясо. Я знаю то, что... Подождите. Чудо мясо. Вот. Чудо мясо нужно на острове. Умная морковь. Интеллект. Ну, это я могу статы, короче, повышать дегимоном, который у меня находится на... Этам какого? На острове. Защита от шума. Нейтральный урон атрибутов минус 30%. Нейтральный урон атрибутов плюс 5% снижения. Камер USB. Частота комбо плюс 10% снаряжения. Блок пера. Снижает проникающий урон. Деф инт. Инт я не знаю, что такое, на 30%. Ну, деф это защита... Защита от чего-то. Пиксельный барьер. Предотвращает точку оборудования. Панический барьер. Предотвращает путаницу. Вот. Кстати, панический барьер мне как раз-таки нужен. И это... Это как предметы, они экипируются. Я могу экипировать данный предмет дегимону, и тогда я так понимаю, что на него путаница вообще не будет действовать. Ну да, тут, смотрите, тут не написано то, что, типа, предотвращает путаницу 30%. Тут просто написано, предотвращает путаницу. Одноразовый он или многоразовый, я вот этого вот тоже не знаю, но надеюсь, что он многоразовый. По идее, это предмет, который не используется, он просто экипирован и все. Беговая дорожка. Немного увеличивает СПД усиленный во время тренировки. Фермические товары. О, кстати, 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 это же этот предмет для моего острова. Блин, я же сейчас все деньги потрачу. А, нет, подождите. 6 тысяч йен, не 60, а 6 тысяч йен. Давайте. Беру. Это же была продажа. Так, к счастью, мне повезло, и я не сохранился. Я просто вышел из игры и взошел. По идее, я думал, что мне придется доставать резервные сохранения, которые я выложил на бусте. И этот, как его, загружаться. Но потом я вспомнил, что один раз я, короче, не сохранился и прогресс не сохранил. В прошлый раз это мне... Ну, тут надо прогресс постоянно сохранять. Если не сохраню, то, короче, я потеряю прогресс. Тут нет автосохранения. Но почему-то в тот момент, когда я продал вот эту дорожку беговую, Я думал, что тут автосохранение, и, типа, у меня не будет возможности, короче, восстановить сохранение. Я же не сохранялся. Вот в чем прикол. Это мои предметы были. Так, сейчас я просто продаю драгоценные камни. Да блин. Так, топаз. Я что-то просто тупанул. И думал, что это я куплю. А на самом деле я продаю. Так вот, купить. У этого продавца можно только футболки покупать. Так, живая футболка. Что это значит? Футболка, создающая шум. Не очень. Наверное, мне это не понравится, футболка. Футболка на Кана С. Маскет М. Акиба Ф. Футболка Заксон. У Заксона вроде не очень хорошая форма. Баскетбольная футболка? Наверное, она будет нормально выглядеть. Давайте, наверное, я куплю баскетбольную футболку. Так, и отправлюсь выполнять дополнительный квест. Сабвэй. Но в метро я не могу спускаться. Так, сразу надо примерить новый костюм, который я купил. Хотя, знаете что? Что-то я тупанул. Надо было сразу все костюмы купить и... Больше туда не бегать. Наверное, в следующий раз я так и поступлю. Так. А я не помню, чтобы ты здесь был. Но с тобой поговорить нельзя. А с тобой можно? А здесь мы получаем одну новую машину за другой. Даже новейшие капсульные игрушечные машинки. Но она говорит то же самое же. Я уже это читал. Не, не очень. Такая футболка мне не нравится. Ну вот пальто Хьюди, кстати, выглядит стильно. Мне вот нравится. Школьная форма тоже ничего так все нормально выглядит. Тоже нравится. Баскетбольная футболка какая-то она не очень. Вот футболка Diamonds тоже очень хорошо выглядит стильно. Футболка Steam D тоже не очень. Так, сообщение пришло. Так, давайте-ка сохранимся. Вау, ты дал ответ на вопрос Ватикан-Сити. You got it. Я так думаю, ты прав. Вау, ты прав. Ответ Ватикан-Сити. Ну, потому что там, короче, Барселона была. Ну, это явно не Барселона. Я вот не знаю, что это за дворец такой. Святого Петра. Ну, тоже как-то звучит дворец Святого Петра. Как будто в Ватикане это не должно стоять. Ну, просто я не знаю, что из себя представляет дворец Святого Петра. С названием у меня проблемы, но если бы я видел картинку, как он выглядит, я бы определил бы, где он может находиться. Просто я очень плохо запоминаю название. Так, подождите. У меня кто-то в прошлый раз прокачался на максимум. Надо посмотреть. И попробовать эволюционировать его во что-то новое. Так, а давайте я, короче, на бирже посмотрю, какие Дегимоны продаются. В принципе, я... Так, Дегимаркет. Здравствуйте, это Дегимаркет. Так, младенец, 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 малыш. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, то есть, в какой-то степени у нас получается, что пять веток развития будет. Потому что каждый младенец, он эволюционирует в какие-то особые виды малышей. Там несколько видов малышей. Малыши тоже в несколько видах Дегимонов. И он как этот идет. Что-то наподобие пирамиды. Пирамиды, где снизу находится один Дегимон, а сверху целая куча эволюций, которые с него могут получиться. И я думаю, что они не пересекаются. Пока что я в эволюциях не очень разобрался, но в принципе мне нравится то, что здесь... Ну, блин, на самом деле, что-то в Дегимаркете ничего путного нет. Единственное, что вот я бы в Анимона купил. Это для того, чтобы мне не прокачивать вот этих вот малышей, а младенцев. Чтобы я сразу малышей покупал для прокачки. Чтобы миновать первый уровень сразу со второго прокачку. А, с третьего прокачку начинать. Так, подождите. Это первый уровень, это третий уровень. Если первый уровень это младенец, а третий это малыш. А, кто у нас тогда второй уровень? Ребенок. Нет, не может быть. Ребенок должен быть четвертого уровня. Так, ладно. Сначала мы отправляемся в Дегилаб. Во-первых, мне нужно посмотреть, что из тебя представляет беговая дорожка. Получить товары. Шумовая охрана. Так, сменить лидера. Товары фермы. Пустой. Так вот, беговая дорожка. Так. Ой, что-то я не то нажал. Я видел, как голем, он же Галимон. Или как он называется? Да, Галимон, кстати. А построил беговую дорожку. Или не построил? Я же видел то, что он ее построил. А, вот, снова построил. И кто-то там уже занимается. На этой беговой дорожке. Так, стоп. А кто занимается-то? Так. Нет. Нет. Ну ладно. Они тут что-то строить начали. Так. Какую-то железную дорогу. Так, командование. Что мы будем делать? Тренировка нет. Давайте искать. Давайте исследовать остров. Там какие-то новые предметы можно раздобыть. Я сейчас не понял, почему беговая дорожка то строится, то пропадает. Он снова построил. Ну вот, я вижу, как один Дигимон занимается на беговой дорожке. А-а-а. Они что, в смысле? Они ее распаковывают, бегают на этой беговой дорожке, а потом снова запаковывают. Я думал, она, типа, будет постоянно стоять. А что-то как-то тут странно устроено все. Так, хорошо. У меня у кого-то был максимальный уровень в моей пате. А-а. Так, эволюция Дигимонов. Так, кто у нас явно не максимальный уровень? Да, 22 уровень. Так. О, слушайте-ка. Фанбимон может эволюционировать также и в Рапдамона. Но нужно ли мне это делать? На самом деле я хочу попытаться эволюционировать его в кого-то другого. Так, я бы хотел сохранить атрибут трава. Поэтому у меня есть только два варианта. Конечно, он перестанет быть вирусом, станет данным, но почему бы и нет? Хотя, по идее, чтобы вот этого Дигимона получить, чтобы у него... Харизма 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 вроде. 25% нужно. Но как ее поднять, я знаю. Защита. 14-14. В принципе, я мог эволюционировать уже на 14 уровне. Ммм, фанбимон 21%, да? Не, ну в принципе, если я сейчас сражусь несколько боев То вот это вот сам, харизма или как Блин, мне писали в комментариях, что это за Это там Показатель такой А, дружелюбность, дружелюбность это Вроде бы дружелюбность Хотя я ее прокачиваю, сражаюсь в боях Как-то странно, да? Дружелюбность прокачивать, сражаюсь в боях Не, я так-то ее могу и на острове прокачать Но давайте я вот просто лучше сражусь где-нибудь А, давайте на сервис 12 института сходим Тут на меня вроде как должны нападать Враги Так нападают или не нападают на меня враги здесь? Нападают Ничего страшного Так, мне еще где-то надо раздобыть Серую шестеренку Продолжение следует... Так, стоп Нет, почему-то не прокачивается А, наверное, он должен сражаться Давайте вот так вот сделаем Так, что там мне пишут? Тривия, ВИЧ, Чес, Пайс, Кен Мув Да Что-то, какая фигура может двигаться Шахматная Сейчас посмотрим, как это правильно переводится Я сразу сейчас переводчик включаю Тривия Я вот не знаю, как это слово переводится Тривия Как шахматы Пайс Пайс тоже не знаю, типа Могут двигаться Что-то у меня не переводит Так, пустяки Да блин, перевел текст и сразу сбросил Камера что-то Техник хочет распознавать, похоже Что за ерунда такая? Вот же все отчетливо видно Так, ладно, надо сфоткать Может так лучше сработает Пустяки, какая шахматная фигура может двигаться по диагонали? А, ну Ну это без проблем Единственное, что Так, ну По идее Кнайкт, это же рыцарь Ну-ка еще раз Ладья, рыцарь, епископ Чего? И что означает рыцарь? Рыцарь это ферзь? Если ферзь Бишоп Бишоп это слон Нет, это не слон Ладно, сейчас придется загуглить Шахматные фигуры Как на английском языке звучат Все, короче, я перевел Короче, кнайкт Это типа рыцарь Но на самом деле это конь А значит это Бишоп Потому что Бишоп это слон Но переводится Бишоп как епископ Как шахматные фигуры уходят Я уж точно знаю И как они называются Просто на английском языке Они как-то по-другому звучат По-другому называются Саа, икоп Нда Так, не Рамона могу Конвертировать Конвертировать Так Стоп Так, неправильно Да, вот прокачивается Оказывается, чтобы этот Параметр прокачать Нужно, чтобы он сражался Не просто находился В команде А именно сражался Большая пчела и маленькая пчелка Атаковали Атаковали Так, сейчас будет 23% В принципе И нам нужно еще 2 боя Сразиться И мы этот параметр прокачаем На максимум О, то есть не на максимум А на 25% В принципе мне 25% И нужно Так, единственное, что Ремонт... Ремонт... Повер-контроль Я это не совсем понял Что такое Рут-акцесс Это тоже не то Это типа Добавить Сделать Удалить Этажи Это сделать Меня вроде невидимым Копировать И вставить Просто я хотел сделать так Чтобы на меня Диггеноны Чаще нападали Сейчас мы быстренько прокачаем Промахнулся Неужели Я просто впервые вижу Чтобы Кто-то из моих Дигимонов Промахиваться Так Еще один бой Вроде бы нужен А, нет Я уже даже Лишнего прокачал За какой-то бой Мне 2% начислили Определенно Так Давайте Будем эволюционировать В кого-то нового Конечно Рисунок Как-то Стремно Выглядит Ну давайте Посмотрим Кто это такой До этого Я этого Дигимона Еще ни разу Не встречал Блин Надо было Сохраниться Ммм Кактус Ну слуш Слушайте Он выглядит Забавно Кактус Боксер Не Серьезно Он выглядит Забавно Мне нравится Ради прикола Можно С ним Побегать Конечно У нас Превышен Лимит Так Подождите А ты Не максимальный Уровень Потому что 45 уровень Максимальный 45 Ну да Давайте Короче Его заменим На кого-нибудь Другого Так Четыре Мемори Пати У меня Свободно Цунамон Понятно А я не туда Смотрел Это левлы Были Так Наверное Давайте Опять Фан Бимона Возьмем И он У нас Будет Эволюционировать В кого-нибудь Другого Так Это Мне пишут По поводу Верного Ответа Бишоп Верно Неплохо Он Мне Какую-то Интеллектуальную Векторину Решил Устроить До этого Он Спрашивал У меня Про Дегимонов Про Которых Я Практически Ничего Не знаю А сейчас Он Начал Просто Обычные Вопросы Задавать Типа Как Ходит Шахматная Фигура Так Стоп Ну В принципе Ладно Давайте Я Вот С Гарумоном Побегаю Я бы Наверное Сидрус Заменил Но Нет Сидру Мне Не на Чего Менять Мне Просто Нужны Данные Данные Вода Вирус А То есть Вакцина Огонь И Вирус Свет Так Ну Ладно Надо Разлогиниться И Выполнить Уже Дополнительный Квест Потом Наверное Себе В команду Возьму Этого Кактусового Боксера Это Чек С прошлого Задания Ошибки Под вопросом Аркады Персонал Аркады А вот Здесь Уже На английском Азаке Написано Прошлое Задание Было На русском Азаке Описание Ну Сейчас Переведем У меня Опять Переводчик Отключился Сейчас Посмотрим Что от меня Требуется Я работаю В аркаде Иногда Ошибки А Все Вот Я работаю В игровом зале Что-то не так С одной Из боевых Игр Мы теряем Деньги Пожалуйста Помогите Так Восстановление Спрайтов Три Штуки Медаль Рудамона Баллы Хакера Так Последнее Время Это Глючит Давайте Выполним Начать Расследование Я же сказал Да Значит Клиент Клиент Является Менеджером ТРФ В Накана Бродвей Лучше Сначала Послушайте Послушать Подробности О Я Сразу Сюда Переместился Отлично Вы тут Хакер Который Взялся За мое Дело Спасибо Это место Принадлежит Мне Что Что не так С одной Из наших Аркадных Что-то не так С одной Из наших Аркадных Игр Dead First 5 Конечно Разработчик Осмотрел Шкаф Но Не смог Найти Причину Автомат Конечно Разработчик Осмотрел Автомат Но Не смог Найти Причину Я Почти Сдалась Ты Моя Последняя Надежда Взгляни Пожалуйста Dead First 5 Наш Самый Популярный Файтинг С тех Как возникла Проблема Я Потерял Так Много Клиентов Что Серьезно Пострадала Прибыль Пожалуйста Вы должны Как можно Скорее Найти Причину Ошибки Dead First 5 Что-то Я Блин Не знаю Наверное Это просто Файтинг И все Просто Я думал Может Это Блин Какой-то Аналог Типа Отсылка На Какой-то Существующий Файтинг Но Я что-то Ничего Подобного Не припоминаю Чтобы Какие-то Подобные Файтинги Как-то Похоже Назывались Так Ладно С тобой Надо поговорить Привет Я здесь Постоянно Игрок Я только что Подслушал Вы здесь Чтобы Исправить Dead First 5 Верно Да Здорово Торопиться Все Торопись Все В нее Играют Если Я пропущу Хотя Бо Несколько Сессий Другие Игроки Мгновенно Побьют Мой Счет А как Они А ну Да Наверное Онлайн Играете Просто Обычно У таких Автоматов Нет Короче Не было Выхода В интернет И все Рекорды Хранились Только на Автомате И пока Он не Работает Никто Другой Не сможет В него Играть И по Сути Побить Рекорд Но Если У него Есть Выход В интернет И Таблица Рекордов Хранится В интернете Тогда Да Он Потеряет Своё Место Какие Вы хотите Чтобы я Показал Вам Проблему Хорошо Послушайте Это В незначительной Степени Неиграбельно Экраны Так Экраны Меню В порядке Но Как только Начнется Битва Видеть Кадры Продолжают Падать Хоть Это И Одиночный Режим Лаги Ужасные Потом Полностью Зависает Вот так И Когда Он Снова Запускается Я Проиграл И Еще Есть Экран Рейтинга Странно Правда Все Так Все вместе С первого По сотой Имеют Название Игрушка Все места С первого По сотой Имеют Название Игрушка Что Это странно Это такая Классная Игра Но Этот баг Все испортил Ну похоже В этот Игровой автомат Вселился Какой нибудь Дегемон Раньше Это было Совершенно Нормально Вы можете Вы можете Это исправить Правда Он Он так Он так Меня просит Как будто Как будто Этот игровой автомат Принадлежит ему Вы можете Это исправить Верно Сам Сам шкаф Кажется нормальным Я поговорю С владельцем Еще раз Сервер Распространение DeadFirst5 Сам кабинет Кажется Нормальным Значит Вы хотите Проверить Сервер Раздачи На котором Скомпилированы Данные Рейтинга Я понимаю Я пришлю Вам URL Адрес Сервера Адрес Сервера DeadFirst Я Я пойду На сервер И посмотрю Смогу ли я Найти причину Ну там Дигимон Так Мне нужно Идти ВДН Вы можете Перейти К сервер Кулак Смерти Прямо Сейчас О Кулак Смерти Что-то Звучит Вот сейчас Уже Звучит Как-то Знакомо Какой-то Турнир Кулак Смерти Как будто Я где-то Слышал Как будто Это какая-то Отсылка Все-таки Но К сожалению Я не могу Понять На что Это отсылка Кулак Смерти Так Ну ладно Сервер Кулака Смерти Что-то Где-то На этом Сервере Должно Быть Причиной Ошибки Сначала Я найду То Что Есть Сначала Я смотрю То Что Есть Так Здесь У нас Тупик Ну я так думаю Что Здесь будут Новые Дегимоны Ну то есть Я могу Встретить Новых Дегимонов Которых Я ранее Не встречал Ну-ка Но В принципе Все те же Самые Блин Я неправильно Сделал Вакцина Против Данных Неэффективна Так Так Еще раз Кто У нас Атакует Вирус Вирус Против Данных Эффективен Я неправильно Атаковал Так Дальше У нас Ходят Данные Данные Эффективны Против Вируса Ой То есть Против Вакцины А Давайте Ка Мы Против Вакцины Вот Вакцина Причем Вода Тройной Урон Получил За счет Того Что Во-первых Это Данные Против Вакцины А во-вторых Вода Против Огня Так У меня Вакцина Против Вируса Опять Будет Эффективна Но Единственное Что У меня Нет Водяной Атаки К сожалению Так Вот что-то Блестит Надо посмотреть Получен Медаль Получена Медаль Лосося Так Ну Так Вот здесь Я смогу Вернуться Назад Так Дело В том Что Ну ладно Давайте Спрыгнем Да Дело В том Что Вот здесь И есть Вот такой Уступ Странный Но здесь Ничего Интересного Нет Зря Я короче Спрыгнул О Похоже Новый Дигимон Так Вакцина Против Вируса Так Стоп Давай Какой-нибудь Скил Использовать Хотя Нет Наверное Мы его И так Убьем Да Мы его И так Убьем Не будем Мой спачки Тратить Так Вирус Против Вакцина Будет Неэффективен Блин Я забыл Прочитать Я же Хотел Прочитать Что это За Дигимон Такой Я его Впервые Вижу Так Данные Против Данные Против Вакцины Так еще И Вода Против Огня Серьезно Я его Не добил Огонь Против Воды Неэффективен Так же Как Дан Так Так Вакцина Против Подождите А какой А у него была Вакцина А у меня Данные Гилмон Так Так Вот там Какая-то Движуха Похожа Слева Будет Давайте Сначала На правую сторону Сходим Лучшее Мясо Мясо А так Вакцина Против Вируса Вирус Против Против Данных Причем Давайте Мы Помощнее Атаку Будем Использовать Вакцина Данные Вода А Нет Мы его Наверное Не добьем Так Вот так Надеюсь Добьем И Данные Вода Против Вакцины Огня О Дракомон Могу Конвертировать Но Я его Хочу До 200% Исследовать Геа 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 Возьми Это Несколько Той Агумонов Так Держать Все Уничтожьте Эту Дурацкую Игру Что Группа Той Агумонов Атакует Сервер Так Они И являются Причиной Проблемы Ого Что Здесь Делает Человек Да Мы Атакуем Игру Мы Чувствовали Себя Обделенными Что Почему Человеческие дети Проводят так много Времени Играя в видеоигры Что они больше Не играют В такие игрушки Как мы Поэтому мы Решили громить Все Видеоигры Да что вы Черт возьми Делаете То Нет Мы не остановимся А Он говорит Остановитесь Уходи Если Если ты Если ты Хочешь Драки Мы Дадим Ее Тебе Гетим Так Пять Дегимонов Против Меня Пять Дегимонов Я Хотел Предположить О чем Мы будем Типа С пятью Сражаться Оказывается Да Мы Будем Так Ну Я думаю Что Давайте Что Нибудь Помощнее Будем Использовать Серьезно Так Вот Это Как Ладно Хорошо Оказывается Они Очень Мощные Так Похоже Только Сидрамон У нас Полезен В нашем Случае Так Подождите А Кто У меня Еще Там В Команде Есть Блин А данных У меня Так Так По сути И Нет Так Антиоглушение Скорость Зарядки Увеличивает Скорость Одного Союзника На 10% Давайте Сидрамону Увеличим Скорость А Все Верно Так Скил Так Какой-то Скил Должен Оглушить Цель Так Давай Я тебя Оглушим Ну Попытаемся Оглушить Промахнулся К сожалению Что-то Мы начали Промахиваться Так Сваншотчу Да Да Сваншотил Отлично Так Скил Так Увеличим Скил Опять Сидрамону Мне нужно Чтобы он Чаще Ходил Так Так У нас Ходит Веспамон Так Так Давайте Кого-нибудь Попробуем Оглушить Так Отлично Того Кого Парализовали Анти Антиоглушение Последователь Последователь Не Изменилась Так Так Давай-ка Мы Его Убьем Так Я Угадал Так Огненный Урон Не думаю Что это будет Эффективно Так Пробуем Его Тоже Оглушить Надо Было Сразу С этого Начинать Пробуем Пробуем . Ребом Н specified Блей Но мы его в любом случае добиваем. Той Агумон. Той Агумон. Мы не можем с ними поиграть? Или мы должны просто отказаться от надежды? Спасибо тебе за всё. С тех пор игра работает отлично. Люди играют в неё без перерыва. Так это же было минуту назад буквально. Блин, я проиграл. Я побью его в следующий раз. Обычный игровой центр. Ученик начальной школы. Я следующий, я покажу как это делается. Эй, ты! Спасибо за исправление Dead First 5. Мы веселимся ещё больше, чем раньше. После того, как он снова заработал, эта классная игра появилась в рейтингах. Все в аркаде пытаются его побить. Я только что дрался с ним, но проиграл. Это было так близко, я почти схватил его. Но это странно. Имя игрока игрушка. Так, но это странно. Имя игрока игрушка. Точно так же, как и имя, которое заполняет рейтинг во время сбоя в игре. Наверное, это просто совпадение. Но, эй, почему ты так улыбаешься? Ага, мы снова выиграли. Играть с людьми так весело. Хорошо, что мы послушали этого человека, когда он сказал, что мы должны использовать эту игру, чтобы играть с детьми. Теперь мы можем играть с множеством разных детей. Отлично, не правда ли? Ага, интересно. Интересно, играет ли он в эту игру? Я надеюсь, что это так. Давайте играть с ним часами и часами. Поблагодарим его за помощь. А еще один прецедент. Ах, еще один прецедент. У них нет шансов. Вот так. А, так. А, мне опять что-то написали. Что-то, какой тип из Аркадимона? Какой тип у Аркадимона? Интренинг. Интренинг. В тренировке? Дата-тайп, вирус-тайп, фри-тайп, свободный. Ну, Арк... Арк... Аркадимон. Не знаю, пускай будет дата. Хотя, наверное, у него свободный. Короче, я не знаю. Я просто наобум. Сказал. Так, сейчас мне нужно получить свой чек за выполненное задание. Так, отлично. И у меня остался один квест дополнительный. Ну, этот квест мы будем выполнять в следующей серии. Так, ну что ж, а на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok